Привет! Снова с вами Алексей Архипенко. Сегодня будем продолжать настраивать sample modeling инструменты и это будет второй тромбон. Как и в случае с второй волторной, я скопировал сейчас полностью все графики, то есть все continuous контроллы. Как это делается можно посмотреть на примере волторной в видео предыдущих. Вот и теперь собственно наша задача заключается в том, чтобы пройти по вот этой настройке и поменять ее так, чтобы не было слишком большого фазирования и добавить какое-то разнообразие в звучание, чтобы звучал не просто интервал, но звучало какое-то... ну, было ощущение того, что играют живые люди и первый-второй тромбон там не идеально, значит, играет ровно одну и ту же динамику, да. Вот. Но и какие-то другие тоже элементы можно, не только динамику, да. Вибрато в том числе, акценты. Значит, партитуру сейчас смотреть не будем, потому что, в принципе, там, ну, все указания-то, в общем-то, одинаковые для тромбонов делаются. Единственное, что есть места, где играет только второй тромбон и... ну, таких мест мало. В общем, когда мы их найдем, может быть, посмотрим партитуру. Значит, давайте посмотрим. Ну, можно, кстати, сразу на самом деле выбрать оба тромбона, вот, и сразу настраивать их два. Вот видно сразу, что здесь у нас, например, неразделенные вообще инструменты. Кстати, ну да, тут унисон. Надо бы послушать один тромбон. Вообще, может ли он дотянуть такую ноту? По-моему, не может. Да, ну, то есть он так далеко не может, поэтому, соответственно, мы делаем две ноты и где-нибудь прерываем. Ну, например, так. Так, ну и то же самое, на самом деле, здесь. Здесь будет легата. Вот, соответственно, это проверили. Можно вернуть тромбоны. Да, я делаю разрывы в разных местах, как вы видите, для того, чтобы... Для того, чтобы сохранял, собственно, звук тромбона... Так, а что это здесь за такой интересный звук получается? Интересно. Ну, это такая, наверное, это самая у нас была... Как я? Кулиса, да? Так. Интересно. То есть, получается, два вот этих перехода, они звучат довольно странно, на самом деле. Так, ну... Вообще, звучит интересно, на самом деле. Дает такое разнообразие. Теперь они слишком попадают друг в друга, ну ладно. Ничего страшного. Так, здесь акценты. Ну, в общем-то, все понятно. Так, теперь по поводу вообще симметричности этого всего дела. Можно попробовать сделать немного менее симметрично. Но я не уверен, что там нет указаний, поэтому надо посмотреть все-таки. Да, на самом деле указаний здесь нет, поэтому мы можем такое разнообразие небольшое здесь внести. Например, можем сделать здесь обратные колокола такие. Вот, все развернув ровно до наоборот. Вот, послушаем. Здесь, наверное, слишком тихо. То есть, можно... Вот это место все-таки сделать громким. Вот. Вот, ну хорошо. Теперь посмотрим здесь. весь интервал ну вообще это стандартная схема у меня да я использую здесь снижение возврат можно покороче сделать да вот так сразу заиграл не тихо на самом деле да интересно здесь они немного пропадают вообще тромбон но можно прям сразу поднять на самом значит насчет этого места ну да но конечно сильно такое странно я думаю что просто будем вас и быстрее убирать так здесь здесь все нормально единственное что басы опять же я уберу то есть возврат очень хорошее звучание здесь опять снижение сделаем так ну теперь длинная нота вот это место в партитуре здесь как раз указано что нам сначала сделать диминуэнда потом крещендо поэтому в общем-то сильно отходить от этого не стоит но можно поменять схему например вот так ну да то есть разница в том что вот здесь идет пик В этом месте, в первом тромбоне Во втором тромбоне здесь Ну а здесь, собственно говоря Указаний нет Можно сделать то же самое А можно А можно, ну да, я думаю, что то же самое будет нормально То есть такой же вариант Нет, так не очень получается хорошо Да, попробуем Ну да, здесь вылезает, собственно говоря Этот тромбон, но нормально Да, очень странное звучание в октаву Так, здесь потише, здесь погромче Стандартная схема Да, здесь немножко вылезает вот второй тромбон Это хорошо То, что надо Так, здесь что-то такое пьяно Ну не совсем пьяно Интересно, какая-то нота Ну ладно Здесь нормально Так, здесь играет только Один тромбон, по-видимому Ну в нотах ничего не указано Так, ну в общем-то звучит оно нормально И по-моему сыграно только в одном тромбоне Да Так, дальше Идут стакката Так, послушаем отдельно Коротковат, коротковат Не рассчитан на это, блядь Ну конечно хочется, да, такой звук Ну ладно, оставим так Вот так Так, и послушаем все вместе Ну, почти не слышно тромбона Да, ну интересно Такое движение Вот длина нот Дает Изменение фактически Партии Так, ну здесь медленные переходы Так, разнообразие добавили Здесь я тоже хотел бы снизить Причем даже может быть больше Ну и здесь медленный переход Тоже медленный переход Очень здорово Очень классно Хорошее место Вот здесь, кстати, я бы подчеркнул Вот эту ноту нижнюю Чуть-чуть Да Пока этого, кстати, всего не слышно Но это мы будем еще балансировать Отдельно По динамике Так, здесь что-то не громкое такое Хорошо 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 Слабая доля Ну, мне что-то не нравится Такая длинная нота Ну Можно оставить Нормально В принципе В миксе звучит нормально Так, легато А, ну, собственно говоря Вот оно, это место Где играет Второй тромбон В нотах это место здесь Как-то очень резко Ну, я думаю Что это должно быть Что-то типа крещенда Потому что Тромбон 1 Ну, наверное Вот как-то так Ну, вот Слишком тихо На самом деле Так Ну, и здесь переходы Посмотрим Ну, здесь, наверное Я бы не делал, кстати, легато Хотя Хотя Для разнообразия Конечно Это было бы правильно Послушаем Отдельно Как-то звучит Неплохо звучит А верхний как звучит Ну, вообще Рисковато Рисковато Верхний звучит Конечно Рисковато Рисковато Да, очень резко Хорошо Ну, вот так Более-менее Они уравновесились Здесь Здесь стандартно Снижаем Причем Я так понимаю Здесь Все негромко Хорошо Ну, здесь Наверное Акцент Не нужен Интересно Кстати Вибрато Здесь Сработало Довольно Приятно Можно даже Даже больше Акцент Так Как это вообще Звучит Нормально Так Ну, здесь все примерно Нормально Так Единственное Мне как-то не очень нравится Может быть Сделать Движение Другой стороны Вот так Очень громко Ну, вот так Здесь попробуем Егата Интересный Интересный Звук Да Очень здорово Кстати Так Единственное Вот это Можно уменьшить Ну, да Вот эта нота Все-таки Она должна быть Короче А это Может Ленее Да Вот так Очень хорошо Так Вот так Увернуть Так Так А здесь Это же очень фазирует Конечно Интересно Интересно Фазирование Мощное Что с этим делать Прямо Акцент Так А что если Вибрато Добавить Попробуем Попробуем Добавить Вибрато Наверное На верхнем Голосе Нам можно На самом деле Ну Ладно Добавим Переменная Вибрато Ну Вибрато Стало Более Фланжерно То есть Фазирование Такое Стало Более Ну Да Что-то Такое Должно Быть Здесь Хорошо Пусть Будет Это Вибрато Сейчас Только Послушаем Отдельно Ну Нормально Кстати Звучит Даже В Со Так Здесь Так Здесь Мы Будем Подниматься Интересно Слишком Низко Так Здесь Наверное Надо Выйти Вперед Потому Что Второго Тромбона Не было И вот Он Появился И Сыграл Короче Может Может быть Вот Так Вот Здесь Наверное Можно Убрать Да Здесь Так Приятный Звук Я Больше Убираю Басы Потому Что Они Продолжают Быть Слышны Вот Единственное Что Конечно Фазирует Фазирует Да Ну Ладно Может быть Это Диссонанс Тут Ничего Не Сделаешь Это Колокола Как бы Стандартные Прописанные Здесь Тоже Нормально Так И Теперь Здесь Опять Октава Попробуем Сделать Легато Как это Вообще Звучит Здорово Звучит Очень приятно Да Красиво Октава По Попробуем Блでは И Еще Попробуем Скоро Скоро В Скоро В По Так С В И Скоро интересно ну и что-то мне кажется я перебрал здесь немного то есть да в принципе в нижней партии это звучит классно в верхней так надо да вот так нормально звучит они тогда как-то сливаются так здесь медленно или брата да здесь даже ничего менять не надо почему-то а это унисоны да унисон эту проблему да унисоны это непростая задача ну слышно что не очень звучание здесь не очень что делать ну конечно первое приходящее в голову это развернуться ты немножко спасать положение фактически мы переводим такое резкое фазирование в такой более медленное и стерео переливающийся какой-то с динамикой с тембром меняющимся да ну потому что реально тромбоны когда два играют они же не играют совершенно одинаково так чтобы вот этот эффект фазирования чтобы он был стабильным каким-то вот таким как синтезаторы до постоянной такой фазе же нет у них что-то меняется друг относительно друга и соответственно тембр двигается фазирование изменяется тоже вот значит поэтому ну можно так сделать так теперь по поводу атаки вот так то есть я убрал атаку потому что две атаки они тоже фазировали друг с другом вот а бас нарастить ну вполне нормально то есть никаких проблем с этим нет так но здесь у него не сон похоже да вот но собственно вот такая вот настройка второго тромбона сейчас мы закончили все инструменты в следующие лекции я буду показывать несколько вещей во первых мы будем прослушивать все произведение смотреть какие-то проблемные точки искать по разным методикам и во вторых мы будем сравнивать визуально громкость смотреть где как она вообще меняется в инструментах соответствует ли она вообще между инструментами да то есть проведем такой визуальный анализ все всем спасибо за внимание жду вас моих следующих видео